Я хотел бы показать процесс, немножко примеров привести и типовые ошибки, может быть из-за отсутствия процессов или скажем так, не совсем налаженных процессов у посовщиков, именно инжиниринг на стадии, на стадии проектирования продукта, когда при инновационной стадии, на инновационной стадии, еще до стадии ТГА, что происходит, ну и немножко, что происходит уже потом. Это то, с чем мы столкнулись, периодически сталкиваемся в силу того, как устроены у посовщиков. Так, ну вот слайд я пропущу, коротко просто скажу, что компанией «Ладуга» мы занимаемся как раз инжинирингом и проектированием, то есть вот то, что Сергей Скович рассказывал, что вот там у Боша, там есть процесс и проектирования и процесс производства, да, вот у нас именно как раз вот только проектирование. И, соответственно, мы работаем как с ОЕМами, то есть проектируем автомобиль или систему автомобиля, так и с посовщиками, проектируем для посовщиков комплектующие, да, для какого-то ОЕМа, соответственно. И работа идет как с нашими отечественными ОЕМами и поставщиками, так и с зарубежными, прежде всего немецкими ОЕМами и поставщиками. Здесь я указал компетенции компании именно только касательно поставщиков. То есть тех задач, которые решаются поставщиками, либо системными поставщиками, либо поставщиками компонент, не касаясь задач самого ОЕМа, как правило. То есть для ОЕМ это будет более широкий список компетенций. Если коротко перечислить, то это получается конструкторское сопровождение проекта от начала до конца, управление проектом, прежде всего инженерным проектом, ну и, соответственно, продуктом. Инженерные расчеты, сопровождение, все виды расчетов, которые у нас при проектировании автомобиля необходимы, соответственно, все виды расчетов здесь у нас присутствуют. Технологическое сопровождение, прежде всего с точки зрения разработки процесса, проверки на выполнимость, штамповимость, проливаемость, проектирование деталей, опять же, исходя из процесса будущего, такие задачи. И если говорить уже про системы автомобиля, системы электрокомпонента, то это можно выделить интерьер, весь, будь то, панель приборов, обивки, экстерьер, соответственно, различные изделия из пластика, в общем, одним словом. Элементы кузова, проектирование сидений, проектирование климатических установок, система охлаждения, системы впуска и выпуска двигателя, различные подсистемы двигателя, то есть не весь двигатель в целом, а подсистемы некоторые. Трансмиссия, редуктора, коробка передач, подвеска автомобиля, тормозная система и электроника, будь то электронная инфраструктура, если в целом для ОЕМа, или блоки управления, электронные компоненты какие-либо. И, соответственно, вот с этими компетенциями, скажем так, посвящику при разработке, да, приходится разным посвящикам работать с этими задачами, да, того или иного. Ниже, попозже, я немножко это покажу, эти примеры. Значит, в своей работе с посвящиками мы вот выделяем, скажем так, такой процесс, да, от стадии, когда ему просто выдали RFQ, повторюсь, это уже стадия ВЕХА В3, насколько я помню, то есть когда ОЕМ выдает RFQ по сучку, мы принимаем это RFQ, анализируем требования на него, да, соответственно, формируем концепцию нашего изделия будущего, по которой поставщик определяет процессы, определяет стоимость этого изделия, предварительная стоимость этого изделия, по которой он может пойти, уже номинироваться, в принципе. Дальше, сейчас, вот и раньше, собственно говоря, вот здесь вот тот же АвтоВАЗ, например, он уже давал номинацию. Сейчас Рено меняет этот процесс, и как, опять же, вот показывали в предыдущей презентации, во второй, точнее, в начале дня, ВЕХА, когда прием к номинации, она сместилась вправо, а именно поставщик должен подтвердить свое техническое решение на прототипах подтвердить. То есть стадия проектирования у поставщика, за счет поставщика, опять же, да, она уходит сюда, и, соответственно, здесь мы получаем техническое решение, делаем прототип, подтверждаем натурными экспериментами это техническое решение, и здесь принимается решение о номинации. Соответственно, да, вот как раз, да. И таким образом получается, что мы для поставщика вынуждены прорабатывать конструкцию, не просто концепцию, но и уже работоспособную конструкцию, которая, причем, желательно уже под процессы поставщика уже будет настроена, ну, не просто желательно, а вообще-то необходимая, значит, стоимость будет определена некорректно. И уже с этой конструкцией, причем в конкуренции с другими альтернативными поставщиками, поставщик выходит на номинацию, и дальше уже завод принимает, а где он принимает решение, идти с этим поставщиком или с каким-то другим. Ну, а дальше проработка серийного решения, серийного решения СТВЕХа. Здесь идет, прежде всего, работа с тулмейкером, когда конструкция доводится по требованиям тулмейкера. Здесь и запускается процесс индустриализации, и когда мы уже выходим на серийное изготовление, у нас здесь остается резервная поддержка, чтобы отрабатывать какие-либо изменения, которые возникли в ходе отладки, в ходе настройки, каких-то замечаний ОЕМ последних со слотов. И, соответственно, наш процесс, как правило, заканчивается СОП плюс три месяца, когда уже все процессы налажены, все работает, и, собственно, все выпускается. Дальше уже поставщик без нас что-то может отрабатывать. Так. Конструкция подворождения детальна я тут не буду рассказывать, это, может быть, потом отдельно посмотреть. Просто можно сказать, что здесь от задачи компоновки до выхода КД, да, все процессы мы здесь, все, скажем так, процедуры проделываем, и здесь опыты, соответственно, есть и по кузову, и по интерьеру, и по механике, по пластику. То есть все, как бы, технологии, как бы, они уже пройдены этапом. Так, управление проектом здесь, что важно упомянуть. Упомянуть то, что, собственно, у самих поставщиков, как правило, сейчас, у наших поставщиков, я говорю, отечественных, да, поскольку нет культуры инжиниринга, там, в лучшем случае, там один конструктор присутствует, может быть, иногда там, может быть, несколько, да, то, собственно, вот эта процедура управления проектом, они, ну, в общем-то, не освоены, да, поэтому такую вещь мы коллегам предлагаем. И, опять же, да, от начала, от фазы, там, концепции, да, или, если мы говорим о системном поставщике, до, собственно, фазы серийного освоения, да, этот проект ведем, проходя все процедуры, там, качества, которые, там, необходимо, требуются, вот, и примеры, опять же, я покажу, где были, так сказать, проблемы, когда поставщик это не хотел этого делать или не отрабатывал это в достаточной степени. Так, инженерное расчетное сопровождение. Как я сказал, в общем, все виды расчетов нами поддерживаются, то есть, собственно, с 2005 года, как мы работаем, 15 лет, мы начали, как раз именно с расчетов, да, и здесь просто примеры, там, это расчеты прочности, жесткости, газовой динамики, аэродинамики, краша, долговечности, акустики, да, все тепловые расчеты, все это делается. Ну, естественно, делается не просто так, а сейчас, опять же, РНО, ввиду того, что пришел на V3P или V3P2, он все больше и больше смещает, вот, проектирование, скажем так, разработку продукта в сторону симуляции, а не натурных испытаний. То есть все больше смещает, а натурные испытания становятся уже, наконец, опять же, вот, перед номинацией, желательно даже так. Вот, поэтому вот эти задачи, они становятся все острее и острее, и, так сказать, эта работа необходима просто-напросто в каждом проекте уже сейчас. И причем, чем выше уровень посвящика, тем больше требований в этом отношении к нему предъявляется. Технологическое сопровождение. Ну, здесь просто, как пример, это, соответственно, допустим, литье. Поскольку много пластика проектировано, то, понятно, оценка корабления, оценка проливаемости. Все эти задачи необходимо решать еще на стадии, вот, когда мы детали наши проектируем. Причем здесь я что могу сказать? Что опыт общения, допустим, с посвящиками, что показывает? Они заказывают оснастку у тех же китайцев. Китайцы, когда проектируют эту оснастку, они, в общем, не задают вопросов. Им пришла деталь, они ее проектируют, как эта деталь, там что-то там делается, не всегда это бывает очень корректно. И мы в итоге столкнулись с несколькими случаями, когда из-за сложности изделия, допустим, вот тут вот у нас очень много ребер, они вынуждены были систему охлаждения проводить где-то там далеко. В итоге она работала неэффективно, и в итоге у нас деталь на выходе была, ну, с дефектом, скажем так, с видовым дефектом. Ну, тут вид, так сказать, вид не принципиальный был, поэтому не критично. Но принципиальная проблема в том, что нам в итоге теперь приходится брать систему охлаждения поставщика и под него проектировать так деталь, чтобы его система охлаждения справилась с этой будущей деталью в этой пресс-форме, чтобы потом тулмейкер был спокойным. Опять же, тулмейкер в обязательном порядке нам передает геометрию пресс-формы, мы ее проверяем, потому что, чтобы, опять же, он не допустил ошибку, мы друг другу, в общем, так проверяем. Здесь пример со штамповкой связанных. Здесь, да, прежде всего, не просто, опять же, оценка штампуемости, но и оценка точности нашей штамповки. То есть, когда у нас есть требования на расположение отверстий по точности, да, и мы еще расчетом предварительно оцениваем, а попадаем ли в наши требования по размерам, какие у нас отклонения будут, да, и соответствующим образом меняем процесс. Еще, повторюсь, на стадии фактического проектирования этого изделия, да, пытаемся этим управлять. Ну, и, соответственно, здесь примеры сборочной, измерительной оснастки, там сборочная оснастка. Это тоже попутные задачи решаются. Так, ну, вот тут я, табличка небольшая, с выделением некоторой применимости компетенции на разных проектах, которые были. Ну, тут здесь компетенции, а именно проектирование пластикой и резинотехнических изделий, расчеты, различные виды расчетов, управление, процедура управления и качеством, PLM-система, разработка электроники, технологии и разработка механики, да. И здесь разные проекты, которые наиболее такие серьезные, где те или иные задачи наиболее сильно пришлось выразительно решать. Ну, вот пример здесь, допустим, сиденья автомобиля класса люкс, да, практически все пришлось задачи решать, вот кроме механики. Ну, даже механика пришлось решать, потому что там пришлось разрабатывать зубчатую передачу для механизма складывания, по-моему, что-то такого рода. Даже это тут было, да, и, соответственно, там была разработка механики. А так электроника, да, то есть, понятно, у нас там кнопки, блоки управления, пневматика, там присутствует обогрев, датчики давления, то есть, подушки безопасности, все эти вопросы, получается. Проект, ну, не то чтобы он сложный, как автомобиль, но все равно такой, достаточно серьезный получается проект. Ну, и по другим проектам, да, то есть, получается, во множестве проектов, когда мы говорим о какой-то системе, о системе, а не просто какой-то детали, то у нас будет, тем больше компетенции вовлекается в работу. Так, проектирование экстерьера, ну, соответственно, здесь это задача проектирования А-класса, проектирование деталей с точки зрения зазоров, перепадов, да, собираемости. Дальше, оценка, возникает задача оценки расчетов, там, оценка пассивной безопасности, виброакустики и так далее. То есть, это тоже одна из вещей, которые встречаются по СЧК. Проектирование интерьера, сейчас, опять же, пошли проекты, новые гранты, новые Нивы, да, то есть, вот такие задачи возникают постоянно, разработка шумопоглощающих покрытий, разработка деталей интерьера, будь то панель приборов, обивки, соответственно, с попутными, опять же, расчетами, с попутными задачами управления размерными цепями, управления точностью деталей. Так, ну, вот здесь вот пример как раз наших наработок по размерным цепям, то есть, вот, допустим, когда проектировали редуктор, мы разработали программу обеспечения, которое позволяет описывать размерные цепи и считать их, оптимизировать с точки зрения отклонений. Да, здесь вот пример приведен для уже деталей интерьера, когда, опять же, нам дана схема зазоров-перепадов, и мы по ней определяем требования к нашим внутренним деталям, из которых мы собираем. И для того, чтобы гарантировать, что на выходе у нас будет нужное отклонение. И, соответственно, отсюда, из этого процесса определяем, какие у нас ключевые характеристики, создаем таблицу CPP, какие ключевые характеристики, которые не обеспечиваются техпроцессом, и запускаем план управления, который уже позволяет управлять вот этими ключевыми характеристиками и оценивать план валидации, считать, и прочие задачи. Еще, потому что на стадиях, когда нам только выдали RFQ, выдали RFQ, и идет обсуждение вот этого RFQ. Так, система климатическая установка. Опять же, мы здесь говорим про систему, которая включает в себя, допустим, отопитель, которая включает в себя систему кондиционирования, и, соответственно, тут расчеты и как внутри этой системы, будь то система кондиционирования, будь то отопителя, так и внутри салона микроклимата. Поскольку, опять же, ОЕМ ставит задачи, да, вот такого уровня, чтобы внутри салона в определенных точках были там какие-то или иные температуры и та или иная производительность нашей системы. Проектирование сидений, как я упомянул, уже сложный процесс, и на нем мы столкнулись с рядом вопросов. Например, ОЕМ взял в качестве основы сидения заграничного производителя, на базе него разработал свой дизайн, вроде бы проверил это прототипом, отдал стиль нам уже на проработку, на деталировку, да, и в итоге проверок оказалось, что стиль не макровыполним, то есть в итоге нам пришлось менять стиль, причем достаточно стиль менять стиля, и проект откатился на целый год. Точнее, не нам пришлось стиль, а пришлось ОЕМу менять стиль, да, и задержка проекта произошла вот на год. Это только по причине изменения стиля. Дальше, опять же, из-за того, что ОЕМ немножечко не проработал эргономику, а именно точку H, и не согласовал ее с нами, для заднего ряда пришлось менять уже каркас. Каркас, да, и в итоге изменение как новый стиль, так и вот изменение точки H привело к тому, что каркас меняется достаточно сильно. И после уже там, допустим, года работы уже возникает вопрос о локализации этого каркаса здесь в России, да, собственно, тоже такая задача решается. И, соответственно, здесь проходим, ну, кроме вот этих вот таких вот погрешностей в проектировании вместе с ОЕМ, кроме, да, те же самые расчеты различные, которые идут, и согласование, допустим, при согласовании материалов, да, и технологии изготовления, да, то те же расчеты на краж происходят, и в ходе которых определяется, что и как. Причем важный момент, что расчетные модели, они не могут быть, ну, там дальше это будет слайд, не могут быть сразу попадать в 100%. То есть расчеты модели у нас валидируются в ходе проекта, да, в ходе вот испытаний, которые проходят, расчеты модели валидируются, цель валидации это до конца фазы цифровой конвергенции достичь стопроцентной валидации и уже управлять изменениями в продукте только расчетами, не испытаниями. Ну, вот, собственно говоря, да, вот объем работ тут дан, как раз, для сидения, какие задачи пришлось выполнять, причем этот процесс еще не закончен, он у нас продолжается, только летом будет запуск серии. Проектированная система охлаждения, ну, это, опять те же климатические установки и системы охлаждения, допустим, те же двигатели, тут пример расчетов и самого проектов. Система впуска, ну, в частности, на Весту мы разрабатывали систему впуска, на X-Ray, на Весту, и вот здесь пример, как раз, это приведет, тоже большая задача со множеством разных, со множеством разных этапов, прежде всего расчетных этапов, потому что по акустике достаточно жесткие требования необходимо выполнять, ну, и по аэродинамике тоже. Да, вот пример объем работ, который приходилось выполнять инженерам, ну, проект уже вот летом запущен в серию, да, и работает. Вот, сейчас уже продолжается разработка системы впуска по проекту нового гранта, нового Нива. Система выпуска, здесь просто показан, опять же, пример проектов, которые мы делали для УАЗ Патриот 2020, для Нивы и для компании «Ладо Спорт». Здесь, обратил бы внимание именно на проект, во всем компании «Ладо Спорт», тоже интересная была ситуация, когда автомобиль уже был готов к запуску в серию, прошу, и были проведены последние вот испытания, серфикационные испытания Индова Дмитрова, и которые показали, что по внешнему шуму большие проблемы. Если пришлось в источном порядке, проводить испытания, замерять и искать источники проблем. В рамках работы буквально за два месяца мы модифицировали систему выпуска отработанных газов, систему крепления ее, немножко ужесточили там подрамник, и, соответственно, повысили, ну, снизили шумы, да, и машина уже дальше пошла в продажу. Электронная архитектура, электронные компоненты – это вообще отдельный процесс, который вот не связан с обычным конструктором проектированием, потому что здесь мало того, что он интегрирован очень с процессом ОЕМа, электронной архитектуры, так еще и есть попутная разработка софта для микроконтроллеров, свои требования функциональной безопасности, то есть это здесь, я даже не стал приводить в картинку этого процесса, она несколько сильно сложнее, чем вот обычный конструкторский процесс. Ну, в качестве примеров просто приведу, это разработка светотехники для того же Патриота 2020, это разработка тоже электронной архитектуры сидения для люсового сидения, это разработка пультов управления на те же ВАЗовские автомобили. Да, и вот сейчас, соответственно, это уже в серии находится, это еще будет в серии летом, это, ну, это, не знаю, когда будет в серии. Проектирование трансмиссии редукторов, здесь полный цикл работ, в качестве примера могу привести вот нашу разработку, причем на стороне ОЕМа мы разрабатывали главную передачу, переднюю и заднюю главную передачу, независимая подвеска, полностью разработана, сейчас идет внедрение, ну, скажем так, индустриализация этого продукта. Таким же образом, да, разрабатываются другие, там, дифференциалы или коробки, тоже такие примеры есть, но это уже не для ОЕМов, а для частных, скорее, компаний. Подвеска автомобиля, здесь, опять же, если мы говорим по подход, когда мы говорим о системе, да, то даже поставщик, который выполняет какой-то, там, рычаг там разрабатывает, да, или там какой-то шарнир разрабатывает, он все равно должен понимать, как работает вся система, какие требования к нему приходит сверху системы, и как он своими характеристиками своего элемента, как он влияет на поведение всей системы, да, и вот, соответственно, саму весь автомобиль приходится считать. То же самое касательно тормозной системы, ну, тормозной системы тут, наверное, не очень характерны, поэтому пойдем дальше. Элементы кузова, как правило, опять же, ОЕМ, кузов вставляет на себя, но, опять же, изготовление элементов отдает подсовщику. Соответственно, попутно могут потребоваться расчеты на тот же краш. Допустим, мы прорабатывали здесь зону, допустим, фары, крепления фары и жесткость элементов, тут реснички. Это как пример. Тоже попутный расчет есть. Отдельно я бы отразил работу по системному моделированию. То есть, как я все время там упоминал про систему, тоже подвеску, систему климатической установки. Нам со стороны автомобиля приходят требования на систему. Мы должны моделировать эту систему, каскадировать требования системы на узлы. Для этого, собственно, и мы используем системное моделирование, когда на макроуровне мы представляем эту систему в виде вот этих узлов. И, соответственно, типовые задачи. Вот, допустим, мы решали оптимизация опор двигателя. То есть, получить нужную характеристику опоры с тем, чтобы снизить вибрации на автомобиле. Задача электробаланса автомобиля. Оптимизация, опять же, вот тут подвески, элементов подвески автомобиля с целью снизить, повысить плавность хода, даже просто, когда мы говорим, вот сейчас вот систему впуска проектируем, мы, опять же, вынуждены считать всю акустику, рассчитывать, какие характеристики частотные, акустические характеристики, газодинамические характеристики у каждого узла элементов, какую формируют в целом и характеристику они всей системы впуска. Все эти задачи решаются как раз с системным моделированием. Типовые ошибки, которые, опять же, у посетчиков неопытных возникают, потому что не уделяют достаточно внимания процессам. Допустим, когда в проектире разрабатывался модель впуска для двигателя 1.8 автоваза, вот один из примеров. Забыли коллеги посчитать прочность этой конструкции, считая, что толщины 2,5 мм стандартной, которая у других моделей впуска была, она будет достаточной, потому что у других такая же толщина. Но не учли, что площадь моделей впуска была увеличена, и, соответственно, давление создало просто больше усилия. В итоге на испытаниях прототипа прототип взорвался. Ну и, соответственно, была проведена уже оптимизация ребер, усиление...